Дорогие друзья, еще раз только что завершился контрольный матч Локомотив в Крыле Советов. Победа 1-0. Рядом со мной главный тренер нашей команды Меодрак Божевич. Меодрак, а насколько вы довольны увиденным в сегодняшнем матче? И вообще, какую пищу для размышлений вам, как тренеру, дают игры, в которых играет, условно говоря, второй состав? Ну, можно сказать, что самое главное сегодня в игре, что, могу сказать, Логашов после долгого времени вернулся, сыграл 30 минут. И тоже Тарасов, у которого были проблемы, сыграл тоже, показал, что можем рассчитывать на его. Очень важно, чтобы эти молодые игроки получали игровую практику, потому что, если они играют только за дубль, это что-то другое. Играть с такими командами, как Крыла Советова, это, думаю, гораздо лучше, чем там за дубль. Важно было, чтобы Майкон, Шашуков, причинули Гильерме, все эти, на которых рассчитываем в чемпионаты, очень серьезные. Миранчук получили тоже хорошую нагрузку, чтобы сыграли свою игру в 90 минут. И для меня это самое главное было сегодня. Вот вопрос как раз о Миранчуках. Все мы надеемся, что это наше будущее. И по рученьку я заберет. Это наше будущее. Что касается Алексея, возможно, даже настоящее. А вот Антон за эти три сбора. Стай ближе к тому, чтобы получить игровое время в официальном матче. Ну, трудно это сказать. Это как игроки могут быть хорошие и плохие. Нет, молодые и старые. Так что эти, которые заслуживают, они будут играть. Это очень просто. Роман Павличенко в очередной раз отличился. Провел на поле все 90 минут. Означает ли это, что есть у нас такой замечательный нападающий, на которого можно серьезно рассчитывать, и который может получить много игрового времени в официальных матчах? Я уже много раз говорил, Роман для нас в прошлом году был очень важный игрок. Он ходил на поле, когда было нужно, забивал. Если будет нужно 90 минут, то будет играть. Если будет нужно 30, то он вообще понимает, что работает и на себя, и на команду. Что касается качества, очень трудно найти такого игрока, как Роман. Ну, будем использовать его, сколько это будет нужно. Как правильно оценить игру Сережи Макарова, который вообще-то номинальный опорный полузащитник, но вот играет крайнего защитника здесь на сборах? Ну, ему вообще пришло очень легко, потому что его поставили прежде всего слева. Он правший, а мы его поставили слева, потому что другого выбора не было. Можно сказать, что будет работать, наблюдаемый. Он работает с нами, так что посмотрим. Завтра последний контрольный матч с румынской дачей. Означает ли это, что вот эта игра уже будет не просто отдельно взятым контрольным матчем, а подготовкой конкретно к Рубину? Ну, понятно, там будет конкретная подготовка к Рубину. Все равно еще одна-две дилеммы есть, с кем начинать игру, но после этой игры завтра будет гораздо яснее. Спасибо, Меодрак, мы на этом завершаем нашу трансляцию. Спасибо, что были с нами, до свидания, до новых встреч.